никогда у меня такого не было, там в масле, решила попробовать, почему нет ты ленивая? спрашивает меня, нет часто стали тебя без косметики показывать, потому что у меня не хочется краситься Маришка, я за тебя переживаю, как за дочку, привыкла к тебе, хочу, чтобы такая красивая девушка была счастлива, спасибо большое, мне очень приятно, какая помада красная, не знаю, среди саларан, что тебе нравится в Сереже, ну то, что у него такая четкая позиция, что он проявляет себя как настоящий мужчина, что он знает, чего он хочет, что он, скажем так, не разменивается, я в последнее время заметила, что он там реально, сколько мы с ним общались, по крайней мере вообще не со мной, сколько мы с ним общались, он себе ничего не позволял, а это, знаете, тебя кто-то бросил в бассейне, или ты сама ступилась, бросили? Ким Кардашин сказала про тату, ты ведь не будешь клеить наклейку на Бентли, вот, видите? Что с ногой, поведел связки. Бегать не будет, а грудку поездки на притчатках выйдет, Марина признала поражение. Ну, подождите, вы же понимаете, что на проекте нам устраивать всякие разные конкурсы, это нормально, и мы в них участвуем, здесь ничего такого нет, я ни с кем не легла в постель, ни с кем не целовался, я ничего себе не позволила. Вы, секунд, ездите в лагеря, в ваш дом тоже конкурсы какие-то, в чем дело, come on. Пойдем? Ты все? У Сережи, видно, симпатия к тебе еще есть, по прессам тебя отобьет, если будешь в отношении. Ну, знаете, я желаю всем всего самого наилучшего, конечно, чтобы у всех все было хорошо. Что ты меня на спине понесешь? Конечно. А не на руках, чтобы я в прямом эфире осталась? Как хочешь. Давай на руках. Ну, пойдем. Блин, ты достойна выиграть машину. А, Машу. А, я говорю, машину. Машу, Машу, Машу. Ну, да. Нет, с бабичем я не буду. Марина, как должна выглядеть свою кожаная девушка? Знаете, даже дело не в косметике. Просто должны быть уложены волосы, то есть расчесанные, помытые волосы. Можно мне тапочек подать, пожалуйста, или? О, смотри, ты тапок мне подает, провинившийся ты. Так. Ой, блядь, не могу встать. Так. Блядь, давай оставляй воду здесь. Опа! Открой там дверь. Открой там дверь. Блядь, или окно вообще-то. Окно. Открой окно, пожалуйста. Позанимались. Ты уже не можешь меня нести, походу. Позанимались. Да. Ногами вперед снова. Аккуратно. Несут меня с ногой. Так. Опа! Так что не весь день. Так. Весь день ее ношу. И еще... Ну, ладно. Неплохо, да, Маришка, на проекте устроилась? Ни с кем отношения не строят, а на руках носят. Слушай, я потом скажу, увидят. Ты меня разуронишь, а только подправляй меня. Опа! Так. Так. Допускаешь? Еще я читаю. У меня крышечка. Стой, стой. Стой, Валера, стой. Поставь меня. Да все. Стой, я тут допрыгаю. Стой. Подожди, все. Блядь, не скупала меня тут. Не матерись так много. Блин, стой. Да. Так. Можешь хотя бы водичку взять? Спасибо. Какая у тебя машина? Не скажу. Так, подождите, сейчас допрыгаю. Ребяточки, сейчас приду к вам. Все. Спасибо, Валер. Благодарю. 2-5, до завтра. Сейчас. 2-5, до завтра. Опа, спасибо. Сейчас. Ой. Все, я тут. Сережа ничего не позволял лишнего. Ты серьезно? Там за камнем садовикой, иди, сколько раз ходил. Я говорю о том, что в нашем общении, когда мы с ним общались эти 3 месяца. Как должна выглядеть ухоженная девочка? Я уже ответила. Бэмвэль Мерс. Мерс. Да. Да, волосы нарощенные. Крем у меня есть. Сейчас буду ложиться спать, буду все мазать. Как уже взяться и начать ходить? Ходить из зала. Даже я сегодня с ногой пошла. Хоть что-то поделала. Привет, Марина по прибуне. У нее приора. Хорошо. Ты попросила измену? Нет. Женщина-хейтеры диверзировались выше. Валера по ходу кема в бассейн раз на руках. Все просто. Валера по ходу кема в бассейне. Ван гейс ты спешишь? Не знаю. Мы сейчас об часах. Глядя. Кто кому первое написал, ты или Серёжа тебе? Я после нашего расставания, скажем так, после голосования в субботу я написала им спасибо, что мне было приятно, что мне было приятно, что я не могу. Так, в основном, ты учёшь, что ты учёшь? Я учёшь, что ты учёшь, что ты учёшь, что ты учёшь в субботу. профиль. Вон musst du dann aufstehen. Also в регионе стоять так же в 9 часов, но gestern, heute habe ich ein bisschen verschlafen. Я стоять в 11 часов. А что, если фотки лайкать, то не подписывайся. Не знаю, что не только подписка. Марина, очень люблю, когда ты себя отстаешь Буду брать с тебя пример Спасибо Ты кто по жизни? Ничего, какие-то блатные вопросики пошли, не знаю Решила сделать черный маникюр, а не френч Да, но следующий сделаю френч Какой для тебя идеальный вес? То есть я думаю, ну у меня высокий рост Я думаю, что идеальный вес это как раз таки 54-55 Я сейчас на 55 опустилась, но хочу прямо высушиться Да, это не мой уровень, поэтому все четко Сейчас у меня ресницы Столько У меня было сегодня и времени И пока я ездила в тропу, пока то, все Пятое, десятое Ничего не успела сделать Длинные ногти не нравятся, но у себя я делала всегда длинные Нам было не очень удобно работать с компьютером Но сейчас Короткие ногти тоже неплохо, я уже привыкла Когда была пандемия и нам делала ногти Мы все делали короткие, чтобы они так быстро ломались Я уже привыкла Мадам, come back, honey Я многое боюсь, как вы? Пишите мне больше, пожалуйста Пишите мне больше, пожалуйста Пишите на аватар пикс, это дизельно Почему Паша проголосовал против тебя, не знаю Не парюсь, если честно Почему тихо в комнате Уже все в телефонах Нет Марина, я знаю, что ты не знаешь Да Компетер сонлайн Окей, в любой момент В этом году была очень сложная И я был в некоторых дней на странице also live. Und jetzt ist eigentlich alles besser geworden, deswegen habe ich auch mehr Zeit. Welche Sprachen sprichst du? Also ich kann Schweizerdeutsch, ich kann Hochdeutsch, ich kann Französisch, aber nicht so gut. Also das habe ich so in der Schule gelernt und auch Englisch und Russisch. Wie kann man Zahharisch? Ich habe ihn nicht gezwungen, aber ich verstehe, warum wir nicht weitergehen können. Weil ich das gut verstehe. Ich verstehe das gut, ich verstehe. Ja, so einfach. так же просто кстати два раза приветик вверх геральки фильм снаин да я сочетавшего напишите нет это было до дело не в этом наш итальянский учила год но сейчас не очень музык тебе большой респект фран грузии спасибо большое паша проголосовал чтобы на юрист реакцию посмотреть но он там видимо пытался где-то пикаперских книжек не знаю где там что-то сказано поэтому панду который сереже подарил да я всегда кстати с ней сплю очень удобная игрушечка так мурман мур ко мне нет приходов один раз масле один раз без любимыми ставшие цари ну что касается баров мне нравится old fashion в цурихе также метрополь тоже в цурихе в берни особо там просто вот на этих улочках можно куда-то зайти в бар но там особо ничего нет у нас там есть дю театр в люцерни отель монтана можно красиво посидеть там в баре рестораны в ресторан кухне в принципе везде хорошие потусить и особо там от словки не хожу честно я вообще не конфликтный человек мне это нафиг не надо вот честно меня когда я с кем-то конфликтую у меня потом должны откуда-то набираться силы потому что ты выбрасываешь негатив и ты потом должна заполняться позитивом а чтобы набрать с позитивом нужно как-то что-то делать чтобы найти позитив поэтому это не все так просто дай мне пожалуйста чтобы я в лес сходила берешь? а я тебе не там где я никогда да 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 пока нет выходного да пока нет выходного Ты же говорила, что проекты сразу же не получится. Да? Пока границы закрыты, я вот здесь. Как только откроются, я не построю отношения, я улечу. С Юлей общаемся, но она очень много времени проводит с Игорем, и я оставляю их в покое, поэтому... Что такое, Игорь? Прям очень срочно, я не понимаю, если я сейчас выйду, это прям так срочно. Ты не можешь подождать еще пять минут? Паша понимает, что с тобой можно только длительные отношения строить, и это сложно. Нужно ухаживать и идти на компромиссы, чтобы движ на воде себя продвигать в точку. Ну, по факту не нужны отношения. Я с ним общалась, у него есть другие цели на жизнь, но я к нему хорошо отношусь. Не улетай, уйдешь, ноги перестанут смотреть на дом 2. Незаменимых нет. 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 Нет, кстати, много кто от Сережи это ожидал, все сказали, он хороший парень, поэтому это было ожидаемо, что он так поступит. За что тебя по лицу ударило, не вывезло совместного конфликта? Игорь, я не буду сейчас в эфире сидеть с кем-то. Почему ты ни с кем не строишь? Хорошо, давайте, если вы мне предлагаете с кем-то начать строить отношения, напишите, с кем мне стоит на проекте строить отношения, кому мне присмотреться и почему. Давайте. Почитаю, может быть, прислушаюсь к вам. Может быть, я что-то не вижу, не разглядела и вы видите там что-то, что не вижу я, давайте мне очень интересно. Сережа, Сережа, знаю я, что вы хотите, чтобы мы с Сережей общались. Видите, нет мужиков достойных тебя. Словесный конфликт и оскорбление это одно и то же. Но смотря как посмотреть, оскорбления были обоюдными. С ее стороны, когда еще мы были в масле, была провокация, после этого мы стали перепираться, я стала ее оскорблять, она меня тоже. Вот, и случился был словесный конфликт. Но я не говорю, что это прям было правильно, корректно или еще что-то. Ну, посмотрите эфир, сами все видите, разберетесь. Гутенабенд. Нет, со строковой особо не общаемся. Если он приедет и не будешь в отношениях, все же возможно, мой взгляд, конечно, это возможно. Ваня скромный, он очень скромный, поэтому нет. Если Сережа пройдет, конечно, мы будем общаться с Кадони. Я ее назвала давалкой. Ну, а потом слово заслу, там еще пришли другие слова. Но суть была в этом. Махвайтер сови дубис, дамка фельмаль. Серега классный парень, но на острове он просто зачах, я понимаю. Бабич только друг. Ну, как друг, компаньон. Сережа, ты очень нравишься, но на расстоянии все портит. Правда же сказала. Ну, где-то может быть... Не знаю, я такой человек, когда я зла, я вот прям вот так. Бабич меня оттащил. Мариша, как твоя нога выздоровела? Спасибо большое. Ну, сегодня вот сказали, что вся скепардоната заживет. Я знаю, что Сережа не хотела меня обидеть. Я просто это восприняла в штыки. Но через это время, когда я вот вы видели эфир и выделила черную метку, мне было это очень приятно. Я прям пришла в комнату и первое, что я сделала, написала ему спасибо. Спасибо большое про достойную. Согласна, спасибо. В каких странах я не бывала? Я не бывала в Греции, не была в Австрии, не была в Америке. Я очень хочу слетать в Америку и в Англию. Волосы я не крашу. Черная метка? Нет, это не спланировано. Это реально я вытащила, я даже не знала. Я смотрю, опа. Вот так вот бывает. Я не могу спорить тот факт с вами, что если бы не было расстояния, я думаю, между мной и Сережей могли быть какие-то отношения, возможно, даже что-то серьезное. В этом никто не сомневается и не спорит, но поскольку мы практически три месяца прообщались, ну, так вот сложилось. За периметром есть близкая подруга? Да. У меня их две. Очень прямо близкие, прямо и Систерс. Как ты в Австрии была? Ну, я просто проезжала мимо на машине там по трассе, чтобы там в Вену, допустим, поехать, собраться. Нет, такого не было. Я в Кремане там могла съездить лучше. Серега подписался, тебе не знаю. Наверное, нет. Денкст ты darüber nach, wieder zurück in die Schweiz zu gehen? Wenn nichts mehr klappt, kannst du gerne auf русisch anfangen. Ich mag nur viel. Zu viele Schreibfälle, wenn ich русisch schreibe. Also, ich überlege mir schon, wieder nach Hause zu kommen, weil da ohne Beziehung zu sein, ist langweilig, sagen wir so, und kompliziert, weil ich muss immer alles selber erledigen, auch die Konflikte, die um mich rundum sind. Aber da die Grenze zu ist, kann ich ja nichts machen, ich kann nicht nach Hause fliegen, deswegen bin ich da. Ja. 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 Tschüss. Ne. Wichtig. Ja. 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 Меня саму даже зацепило, скажу вам так. Ну вот, к сожалению, вот так. Рост у меня 174. Почему Бабичу против меня проголосовал? Он решил какую-то проверку там сделать у себя в голове, не знаю. Спросите у него. Что с ножкой случилось, я ее подвихнула. Лучше и подруги лежат вместе. Да. Ты скучаешь по Сереже? По-моему, это самое главное у него. Ну, если сказать вам честно, понятное дело, не хватает общения с ним, как мы общались. Но ничего не поделать. Ты такая высокая. Я думала, ты мелкая. Ладно, дорогие мои, я пошла. Была рада с вами пообщаться. Очень приятные вопросики. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за ваши вопросы. Приятные слова. Поддержите меня завтра, когда посмотрите этот эфир. Я вам рассказала так, как есть, поэтому здесь вы будете более лояльно относиться к тому, что увидите завтра. Марин, поправляйся, дорогая. Еще хочу сказать, жизнь твоя решать тебе, но выскажу свое мнение, свяжись с Пашей. Я бы не рассматриваю как потенциального парня, а так просто похихикать, поржать, да. Тут есть другие девушки, которые хотят с ним строить отношения, поэтому... Вас целую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!